Здравствуйте, меня зовут Тилков Сергей Валерьевич, я занимаюсь продажами новостроек в Рязани напрямую от застройщика. Нужны максимальные скидки, бесплатные консультации, подбор, сопровождение, помощь с ипотекой. Обращайте телефон внизу экрана. Сейчас хочу вам показать стадию строительства жилого комплекса ЮНОЙ. Небольшой обзор по комплексу. Так, ну смотрите, начинаю обзор жилого комплекса ЮНОЙ со стороны улицы Княжи Поля. Вот оно перед вами. Но кто не знает, такая небольшая информация по комплексу. Застройщик северной компании ведет строительство жилого комплекса ЮНОЙ. Уже я уж не помню с какого года, наверное 11-12-13-й, вот первая очередь с дачи, когда была по годам. За это время ЮНОЙ расстроился. Уже в данный момент перед вами девятая очередь жилого комплекса ЮНОЙ. То есть именно здесь квартиру можно сейчас приобрести. Небольшой обзор вам дам по самому комплексу. Так вот все перед вами, что я вам показываю, это все стоит жилой комплекс ЮНОЙ. Вот перед вами стоит восьмая очередь. В конце года 2022 дом был сдан. Соответственно ключи люди получили. Так, ну и так же сейчас вот прям рядышком ведет строительство. Девятая очередь жилого комплекса ЮНОЙ. Три подъезда. Здесь квартиры студии. Однушки, двушки, трешки. И чуть побольше площади, и чуть поменьше. Знаете, сейчас квартира в принципе сейчас не дешевая. И цена квартиры складывается от квадратного метра площади самой недвижимости. Поэтому если нужна как бы квартира студия, она будет стоить дешевле, чем квартира полноценная. Там денежки если не очень много. Но квартира нужна, поэтому тоже обратите внимание и вот на жилой комплекс ЮНОЙ. Что вокруг? Ну вот сейчас вам приближено. В принципе зайду во двор. Отсюда вам покажу. Вот видите детский сад. Там со двора вам еще показываю. В микрорайоне строится еще один детский сад. В этом году его запускают. Вот в той стороне, там уже ближе остановка Станкозаводская, интернациональная. Там переходит улицу Княжеполя, там ОКБ для взрослых, детская больница, перенетальный центр. То есть здесь строится еще детский сад. То есть у нас будет два детских сада в микрорайоне. В принципе в этом году обещают запустить еще строительство школы, что очень важно. Микрорайон молодой, молодежи тут много. Уже там детишек тоже полно в семьях. То есть я и сам тут живу, у меня двое, я знаю у кого и трое. Уже вот тут общаемся с врачами, с детскими в больнице. Кто-то уже за четвертым пошел. Поэтому население растет. Ну в принципе дома тоже растут. Жителей прибавляется, поэтому детские сады и школы тут нужны. Кругом тут куча магазинов. Вот напротив у меня парк. Сейчас я по парку пройду, попоказываю, что с той стороны. Это вот тоже жилой комплекс, юный, там множество всяких магазинов. И вот туда, вот сейчас выйду, это круг маршрутного транспорта. Соответственно, если вы здесь купите квартиру, напротив у вас магазины, детский сад. А там круг маршрутный. Хорошо. Так, ну продолжаем. Вот как бы девятая очередь юного. Княжи Поля. Перед вами парк. Смотрите, какие тут деревья высокие. На всякий случай пока хожу, буду вам так рассказывать. Что если вы покупаете квартиры в микрорайоне, которым нет зелени, на первый взгляд. То потом в результате, если застройщик озаботится о озеленении территории, допустим, как северная компания. То есть в результате у вас появится вот что-то такое. Потому что когда-то, когда я сам здесь переехал, когда дома эти строили, здесь просто был пустырь. И вот никаких таких вот деревьев. Что-то было высажено в каком-то таком непонятные какие-то голые деревца. В результате, смотрите, все разрослось, стало красиво. Деревья распушились, кустарники. Смотрите, какая красота. И здесь, соответственно, парк. Купите здесь квартиру, будете по парку по этому гулять. Тут есть детская площадка. Сейчас пройдемте с вами, покажу, какие вот магазины. Они вот в той стороне. Так-то вот хожу, сам удивляюсь. Реально все распушилось, трава. Тут в этом парке голуби. Все вам покажу. Так показываю, интересно, интересно. Видите, кормушки. Сюда вот приходят жители кормить голубей. Кому-то нравится, кто-то ругается. Не знаю, мне кажется, классно. Пойти так с ребенком, кинуть там хлебушку, посмотреть на птиц. Какое-то разнообразие, единение с природой. И, кстати, пока хожу, рассказываю. Тут недалеко, не знаю, метров там 300, может 400, а может меньше. Еще есть аллея для прогулок. То есть это не единственное место, где можно погулять. Тут 7, чем у нас. Ну, сейчас вот я выйду к магазинам. Так. Идем, идем. Хорошо, сегодня жарко. Погода непонятная. Вчера было холодно, сегодня прям красота. Ну, и вот, соответственно, первые этажи. Это Княжья Поля, дом 23. И пятерка тут. И аптеки. Тут много вообще и парикмахерских, там красно-белые. Много-много-много-много-много. Магниты, магнит-косметики. Потому что рядышком все здесь недалеко. Так, ладно, показал. И пойду сейчас с вами во двор вот восьмой очереди. Покажу вам дворовую территорию. В принципе, чего ожидать жителям нового дома девятой очереди Юлова. Так, ну вот смотрите. Сейчас заходим на территорию. Территория огорожена. Стоит вот машина. Нужен свой пульт, чтобы проехать на территорию жилого комплекса. Парковочные места. Это сама территория. Видите, стоят такие клумбы, чтобы машина не смогла проехать на детскую площадку. Что, в принципе, правильно. Потому что там детская площадка, уже гуляют люди, чтобы было безопасно. И сейчас со мной вон туда, вдоль дома пройдемся. Так, ну вот смотрите. Сейчас я на территории уже, на дворовой территории. Плитка. Все аккуратно, чисто. Это предыдущая. Восьмая очередь. Юлова. Такие входные группы. Подъезд там сейчас покажу. Подъезды тоже крутые. Ну, наверняка. У каждого рязанца, наверное, есть кто-то знакомый, кто живет в домах. Застройщик северной компания. Я думаю, что если живут в других каких-либо домах, оценили качество отделки, там входных рух, групп, подъездов, дворов, территорий. То есть, ну вот он, перед вами, сам жилой комплекс, юная, девятая очередь. Три подъезда. Подъезды, кто не знает, считаются слева направо. То есть, первый, второй и третий подъезды. Уже, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый этаж уже построен. Строят быстро. Кирпичный дом. Автономное отопление. На каждую квартиру счетчик тепла. Оплаты по счетчику тепла. В принципе, такая технология у нас уже в Рязани опробована. Идет достаточно экономно по коммунальным платежам. И вот, соответственно, рядом лески сад. Поэтому, если все равно народу новых детей, если здесь жить, детский сад под боком, вообще красота. Кругом все жилой комплекс, юный. Вот такая красота. Так, а сейчас вам покажу сам строящийся, вот, юная девятая очередь, с высоты. Думаю, тоже будет полезно, интересно посмотреть. Потому что некоторые клиенты у меня квартиры здесь купили. не с Рязани. Иногда просят сделать такой небольшой видеоотчет. Ну, как бы им полезно. И вам, думаю, тоже, если кто не знал об этом комплексе, если интересно, пожалуйста, вот такой вот вид. Внизу, соответственно, детская площадка. Все потом это объединится в одну территорию. Пока там строится, огорожен, огорожен территорию. С правой стороны, вот эта синенькая, вот эта территория уже детского сада. Вот такая красота. Если повыше взять этажность, там вид вообще будет классный. Вот так вот. А там парк, где сейчас там будет, и магазины. В магазинах у нас в Семчинске полно. Жилой комплекс юный от улицы Княжеполе. И в противоположную туда, если вот зайти, там улица Семчинская. Там тоже много магазинов всяких, парикмахерский, пятерки, магниты. Так что тут у нас все под боком. Вот такая красота. Так, ну и последок покажу подъезд. Первый этаж. Юный седьмой дом рядышком. Сейчас с верхнего этажа, который я вам показывал, стадию строительства. Смотрите, вот такая красота. Плитка. Тут плитка. Тут вот так вот красиво. Двери нормальные. Так что, красота. Так, ну все. Все вам показал. Квартира есть. Если надо, обращайтесь. Так, ну рассказал вам про жилой комплекс юный. Квартира в продаже есть. Нужна какая-то информация, консультация, цены, планировки. Могу прислать все планировки по этому комплексу. Звоните мне по телефону 8 910 973 33. Зовут меня Тилков Сергей Валерьевич. Внизу под роликом в комментарии оставлю ссылку на сайт, ценным для планировки. Ну если интересно, смотрите. Ролик заканчиваю. Всем доброго. До свидания.